выбрались мы на прогулку с богданом остаповичем с моим другом жилины вот между прочим это же когда-то жили не жил целый год и работал и выбрались мы получается на природу недалеко от нового места вот идем на каменную аж туда оставить передавай всем привет вот там получается новое место вот есть такая тут табличка лес не сметись итак что у нас значит здесь буровичка написано шочек сколько разлагается так помаранч сколько полтора года скло тысячу лет вот так вот мне тоже кажется что намного больше пленка 250 лет ладка один вот короче нам туда нам вот сюда в общем не сорите в лесу высоко-высоко идем поднялись наверх уже идем плохо вот оттуда мы пришли короче говоря вот и еще каких-то буквально 10 минуточек и вот пришли собственно говоря уже наша беседочка так это все выглядит вот люди все бегают на самом деле вот как-то так так культурно сидим на это ли себе сделали себе такие вот канапешечки сараджан вот такой тканьячок кока-кола остатвич я и зубочистки и зубочистки и вот сидим на природе в лесу в глубоком отдыхаем по-словански шпарадно отдыхали с другом встретили познакомились еще с одним словаком пока здесь отдыхали все за собой культурника умрали естественно сейчас будем потихонечку потихонечку двигать в сторону дома а точнее в сторону качебара потому что мы вот разговаривали со словаком один такой оказался очень неплохой человек значит сказал что будет возвращаться в сторону качебара и закажет нам с другом по одному по одной бутылочке пива короче мы сейчас идем спускаемся вниз такая вот погодка вот такая вот тропинка вот такие вот друзья ну короче как то вот так вот все и вот мы короче шли-шли по тропинке вот завернули куда-то влево вправо вправо влево короче вышли на вот такой вот склон так сказать спуск небольшой ну как небольшой ну спуск Ну так это все выглядит Это новое место над Вагом Точнее его часть А в ту сторону пешчани Их к сожалению не видно Но в ту сторону они есть Кстати говоря Видно замок Бецков Вот он такой малюсенький Я не знаю как вам это показать Короче вот он Сидим в качабаре Решили заказать жаби лапки И девушка нам несет пиво А завтра откидает вороня? Завтра от 10 От 10 рано от вороня Вот там мы принесли уже пиво Жаби лапки ждем С картошкой Скол Нам цепило заказав камарат Я кого мы застрелили в лесе Кстати перед этим Я снимал видео и говорил вам что Знакомый Точнее не знакомый А человек просто Лесовый дух Человека просто которого мы встретили По дороге К нам присел С нами немножко так покушал Мы ему немножко налили С ними пообщались Он в итоге оказался Тату-мастером И он расщедрился и сказал что Когда будете возвращаться с леса Здесь недалеко есть качабар Прямо качмага Пиво у вас чекает Сказал что закажет нам пиво И сдержал свое обещание На самом деле очень круто Давай еще раз на здоровье И отдыхаем Принесу жаби лапки Я сниму вам еще Жаби лапки И на этом Прекрасный день Закончен Наверное будет В принципе наконец-то Мы дождались Жаби лапки Это выглядит Как-то вот так Как будто женские ноги В легицах В лосинах Остапыч Заказал себе сухие Ну такие в панировочке Значит А я себе заказал В мачке В общем будем Будем пробовать Мы зашли в парк Тоже с бочкой Решили сегодня Сделать такой день Вообще на самом деле Изначально планировалось Пойти в бильярд Но бильярд Возможно в другой день Может и дойдем Может быть не дойдем Ну короче Пока в планах Походить по паркам Вообще просто по городу Немножко прогуляться Совсем немного А там посмотрим Как пойдет А мы все-таки До сих пор сидим здесь Никак не можем тронуться Пока что Тронулись давно Тронулись давно Но не с места Вот такая вот елка Которая блин На вид лет 300 Честно говоря Это сначала елка выросла А потом вокруг нее парк построили Это уже другой парк Мы решили зайти В другое место Вот Вот такой вот он Какой-то Словацкий Стонхендж стоит Вот памятник Доминика Штубна Так так Детская площадка Какая-то Короче с парка Мы выходим Одна очень интересная Картинка Белоснежка Белоснежка Почему я так подумал Да потому что У нее яблоко В руках Огой Вот так вот люди Просто ходят И здороваются Зашли мы вот В такое вот помещение В кафешку Такую небольшую Тоже пиво Вот так это все Как-то выглядит Просто посередине Дороги стоит И все Такое вот место Непростое Заказали мы Вот такой Кебабик Вода У нас Немножечко Дождливая Пасмурная Но Я вышел На заграду Сегодня Очень сильно Мне повезло Так как На косачке У меня Диск И я планирую Покосить Еще И повезло То что со мной Сегодня друг мой Богдан Остапович Который Помогает мне Со всем этим делом Так Правда Остапович Вот Богдан Остапович Не любит Давать комментарии По ему лицу В принципе И так все понятно Что он думает Но это не важно Он уже хочет пиво Да и все Ну В общем Пока сильный дождь Не начался Будем Что-то делать Как-то преобразовывать Я даю комментарий На камеру Хорошо В общем Я потом все расскажу вам Кстати В прошлый раз Мы покосили Как бы тоже видно Сейчас после того Как собрали Как-то оно Преобразилось Однозначно Намного лучше Чем было Все поступательно Все понемногу Все сделается Я уверен Такая электропилка Небольшая Значит Планирую ей Какие-нибудь Ростки Попилять Ну что же За дело Выглядит это Вот как-то так Удобная штука Удобная штука Сегодня Решили сделать Спорт-день Можно считать Прокатиться на великах Сейчас мы находимся На заправке Слов-нафт И Планируем В дальнейшем Сейчас попить кофе И потихоньку Движаться в Качебар Богдану там Понравилось Мне там нравится Вид там замечательный Поэтому В принципе Почему бы и нет А там Далее По ситуации Увидим Как оно пойдет Небольшая Велопрогулочка На велосипедах Бодя пошел домой Положить свои вещи Чтобы не катался С полной торбой Я ожидаю Сейчас Короче Пойдем Поедем дальше Точнее Наш парк В котором мы уже сидели Заехали на кофе Погода такая Что солнцем не пахнет Наши лайбы Короче Немножко пока отдохнут А там кстати Знаете что Не помню честно Как ее зовут Я знаю что это С русалочки Подруга Ариэль Вот А сейчас Мы уже На Полпути В Качебар И снова Мы здесь В Качебаре Немножко покажу Внутри Как есть Ничего прям особенного Такой вот стиль Значит Принесли нам Слизняков Улиток Точнее виноградных Слизмак Слимак Это слимак С белым вином Короче Будем сейчас употреблять Выглядит очень вкусно Сексуально В общем Приятного аппетита всем Ну значит Вино уже заканчивается Решили мы заказать Джек Дэниелс С Богданом Стаповичем Вот У Богдана Стаповича Потихонечку Появляется настроение Потому что здесь Просто великолепная веранда С прекрасным видом И Мы заказали Значит Гусиную печень С цеблуком И Картошкой Сейчас принесут Будем смотреть Как это все выглядит Но Бородайковый шалат А точно И бородайковый шалат В общем Сейчас Ранчайский Ранчайский салат Сейчас короче Принесут И Мы все оценим Наконец-то Наконец-то нам Принесли еду Это Печень Гуся Печень Гуся Будем пробовать Выглядит все Очень аппетитно Приятного аппетита В общем Мы забрели Вот По Циклотрассе Красота У нас Там новое место А Там Тренчин Сейчас Немножко Так сказать Присели в беседочке Отдохнуть Так все это выглядит Будем отдыхать Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова